Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Завершился конкурс «Человек года-2016». Счастливой обладательницей квартиры стала Ольга Жемчукова. «Друзья, мы это сделали. Ура, я безумно счастлива», – написала Оля. Она опередила Федю Стрелкова меньше, чем на 3%. Финал на этот раз оказался предсказуемым. Квартира досталась семье с маленьким ребенком, как и ждали многие фанаты. Были и странности во время голосования. За несколько минут до окончания приложение ТНТ-клаб отключилось и голосование обнулилось. Затем начались технические работы на Сербии, но ровно в час по Москве итоги были обнародованы. Андрею Черкасову досталось только четвертое место. Сразу после церемонии награждения Черкасов заявил о том, что покидает проект. Об этом рассказала подписчикам Татьяна Владимировна Африкантова. Зрители одобрили решение Черкасова. У Ильи Ябарова был день рождения, ему исполнился 31 год. «Мамулечка, спасибо тебе большое, что много лет назад ты подарила мне жизнь. Мне друзья в мой день рождения расточают поздравления. Видно, радуется черти, что я на год ближе к смерти». В официальных новостях на сайте Дома-2 рассказали, что Семен Фролов, который недавно стал свободным после ухода с проекта его девушки, уже признается в чувство к другой участнице. Он вышел за ней на предварительном голосовании и прочитал стихи, стоя на одном колене. Кто стал этой счастливицей, пока не сообщается, но Семен обещал подарить ей серьги. Настя Иванькина на предвариловке не осталась одна, за ней вышли сразу два парня, Жемчугов и Черкасов. Она пишет «Приятным удивлением было то, что Глеб и Андрей поддержали меня, спасибо вам». На проекте впервые состоялся двойной суд. Анна Малько подала в суд на Кристину Лисковец за клевету, а Кристина подала встречный иск на Анну за порчу своей репутации. Вердикт суда был таков. Аню посадили в изолятор, а Кристину оправдали. Ольга Рапунцель стала лопухом года. Это было предсказуемо, с самого начала голосования она была в лидерах. Конкурс «Лопух года» проводится в рамках премии «Человек года». Рапунцель комментирует свою победу. Я бренд и звезда. Я самая обсуждаемая участница телепроекта «Дом-2». Я топовая, на меня делают пародии, мне подражают, черный пиар тоже пиар. Самая главная функция на проекте «Построй свою любовь» и я нашла его. Ты у меня мой любимый бренд и у нас скоро будут маленькие брендики. В семье Курбана Омарова и Ксении Бородиной воцарилось спокойствие. Курбан выкладывает фотографии дочери. Пока она еще на руке помещается, не упуская возможности поносить. На всех снимках Тея по традиции повернута к зрителям спиной. Бывшую участницу проекта Свету Торбо избила девушка-антифанатка. Света пишет «Но вот и случилось то, о чем меня предупреждали неоднократно. На меня совершено нападение. Пытались изуродовать лицо, много ссадин, кровоподтеков, сотрясения, рука забинтована вся в крови. Я защищалась как могла». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.